Здравствуйте, это репост онлайн. Сегодня в студии мы обсуждаем вопрос ремонтных и строительных работ в городе Южном, а в частности строительства Южнинской мэрии. У нас в студии начальник управления капитального строительства Александр Губко. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Давайте начнем раскрывать уже эту тайну, потому что не на репосте, нигде я не слышала подробного рассказа о том, что у нас планируется с зданием мэрии. Она у нас была в таком долгосрочном законсервированном варианте, строительство не шло никак, но вот уже на протяжении полугода ведутся активные работы, даже больше, наверное. И в этом году, как и Владимир Николаевич планировал к концу года закончить, но в принципе на данном этапе, крайне мере, ощущение, что к концу года успеете. Расскажите все, про все, что там происходит. Какой она будет, сколько этажей, что запланировано? Ну, начиналось строительство в 2011 году. У нас был разработан на то время проект. Была одна подрядная организация, это предыдущая ДП Санта-Юх. Выполнила она в основном работы по устройству каркаса монолитного. Потом финансирование прекратилось, вот не выделялись средства Сюжинского городского совета. И договор истек, истекли договорные отношения. Потом произошла у нас инфляция, потом происходила корректировка проектной документации. В прошлом году был объявлен заново тендер, был выбран подрядная организация. Это товариство Кремень-1 с города Киева выиграло в случае ценовой пропозиции. И начались активные строительные работы в октябре месяце. Ведутся по сей день. Хочу сказать, что там порядка где-то 60, от 60 до 80 человек постоянно работает на этом объекте. Там очень много подрядных организаций, которые специализируются на инженерных сетях. Это вентиляция, отопление, кондиционирование, все, что связано с электричеством, вот, и вода, канализация. Ведутся также по общестроительной работе. Здание планируется в три этажа, вот, на третьем этаже будет расположен сессионный зал, приемный для обсуждения депутатских комиссий, и все, что больше связано с работой для городского совета. Первый, второй этаж, это будет больше для управления и исполнительного комитета. На первом этаже, половина первого этажа планируется под центр на данный административных услуг. Вот, на данный момент, как я знаю, сейчас в нашем центре порядка шести человек работает, когда мы сдадим здание и предоставим эти помещения, и то инженерное оборудование, которое им необходимо для предоставления полностью всех услуг. Там будет порядка десяти человек, и, ну, курируют, это направлен центр на данный административных услуг Лариса Георгиевна, и она планирует там, чтобы была выдача загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, и так далее, и так далее. Ну, регистрация, недвижимо-недвижимо-недвижимо-имущество, и так далее. Вот, будет это доступно, прозрачно, на первом этаже, там будет приемная, в которой он будет принимать как начальники управления, как городской голова, графики, то есть планируется в основном все управления будут находиться в этом здании. У вас такой современный будет формат, насколько я понимаю, уже в нашей стране, ну, в Украине распространена вот эта система, и в Виннице, и в Луцке, и в Ивано-Франковске есть такие центры, совмещенные с мэрией, или отдельно административные центры. Вы брали какой-то пример какой-то, или это уже был такой формат? Да, наши руководители в одно время ездили в Винницу, они принимали опыт, еще на то время Владимир Гроссман был мэром, вот мы ездили, смотрели, потом мы общались с людьми, когда мы были на форуме энергоэффективности, там люди были представители города Кузнецовска, они тоже делают центры административных послуг, прозрачные эти офисы, сейчас имели контакты с городом Львовом, то есть мы перенимали какой-то опыт, который необходим, это инженерное оборудование, и плюс получение разрешений от центральных органов власти, то есть это миграционное и так далее, и так далее, чтобы возможно установить, там была отдельно выделенная связь, защищенное оборудование, какое необходимо, то есть, ну, постоянно и шли какие-то консультации. По поводу бюджета всего этого проекта, вот в последнее время сколько город за этот год потратил денег? За этот год было выделено, сейчас и потратено около 15 миллионов. А вообще всего в целом, если учитывать, что с 2011 года идет активное строительство? Порядка 40 миллионов строительства, если с 2011 года считать, там порядка 40 миллионов. А во сколько еще может городскому бюджету вылиться строительство? Как вы думаете? Это такое сейчас, ну, у нас сейчас идут подсчеты некоторых дополнительных работ, вот, и все дополнительные работы у нас будут предоставляться на государственную экспертизу. Ну, я думаю, что еще, наверное, где-то миллионов 15. И до конца года нужно будет? Да, будет. Очень дорогое инженерное оборудование, чтобы обеспечить как отопление с вентиляцией, полностью здание, вот, плюс все, что связано с вещанием, потому что там в сессионном зале будет происходить уже стационарная съемка, сессион будет вложа для прессы, там будет оператор, который уже будет вести онлайн-трансляцию на город. То есть, а это все, ну, дорогостоящее оборудование. Оборудование, конечно. Там будет лифт, к примеру? Да, там будет лифт, два лифта для людей с ограниченными физическими возможностями, которые, если будет доступ как для начальников управления, они могут на любой этаж, так и в сессионный зал, если они будут, ну, хотят, будут выступить или с каким-то предложением, для них будет предоставлена такая возможность. Предусмотрена ли там столовая? Да, там предусмотрено небольшое кафе возле сессионного зала, чтобы можно было выпить чашечку кофе или воды, потому что часто в городской совет приезжают гости, это или из других городов нашей родины, или иностранной, поэтому, ну, для того, чтобы какой-то мини-кофебрейк провести и так далее. Хорошо. Его экстерьер здания, он напоминает чем-то, ну, мне лично парус. Из чего исходил архитектор? Выбирали же наверняка разные варианты. Кто выбрал такой прием? Получается, тут было последнее слово за главным архитектором проекта и градостроительным советом. На градсовет предоставлялся паспорт фасада здания два раза. Вот первый вариант был больше выполнен как третий этаж, вот полностью все здание, но это было очень сильно большое удержание в стоимости этих работ. Просто полностью стеклянный должен был быть изначально. Да, был первый, второй, третий этаж, должен был быть полностью стеклянный, но в связи с этим, то, что это были большие энергопотери, и необходимо это здание как охладить, так и отопить в зимний период, вот сказали, пересматривали, пересматривали, корректировали, то есть, ну, и пришли к какому-то общему мнению. Первый, второй этаж, это более классическое, и третий, это уже такой более современный стиль, чтобы он как-то вписывался в общую картину интерьера. Там расходно находится здание Олимпа, гостиница Эллада, есть небольшое сходство, ну и море, самое главное, здание нашего города. Вход, где будет центральный вход? Да, два входа. Вот тут вот, которые изображены. Получается, первый вход, это будет для, кто работает в этом здании, это для забота, а второй именно вход в центр на здание административных послуг. Ну, это, получается, будет во внутренней части двора Ленина-16, Мира-16, так? Да, это будет во внутренней части Ленина-16 полностью. Не очень удобно, конечно. Нет, ну, основной, нет, это входит, полностью выходит на Григорьевского десанта. Да, это Григорьевского десанта. Дорец, это Ленина. Ага, я поняла. Просто здесь он так развернут, получается, что это на проспект Мира, вот эта вот вся красивая часть здания, а здесь можно будет с Григорьевского десанта зайти. Погода и какая-то информация в виде бегущей стритки для жителей. И, возможно, мы сможем соединиться, сделать общий звук. Есть громкоговорители на площади, если озвучить какая-то чрезвычайная ситуация в городе и так далее. Плюс на первом этаже еще будет общая диспетчерская. Туда будут выводиться все видеокамеры. Вот, там будет 5 мониторов, 5 человек мониторит ситуацию. Как? Потому что мы планируем в этом году сделать видеонаблюдение. Рубеж, оно так называется, который все входа, въезды, выезды из города, где она фиксирует автомобиль, номер, и полностью это сразу поступает на пульт. Плюс, сейчас же дополнительно разрабатывают КПМ, ЖКЦ, КПЭК-сервис с полицией. О том, какие дворы необходимо, надо перекрыть видеонаблюдением. И эта вся информация будет стекаться в один диспетчерский пункт. Ну, это в лучшем случае, да. Будем надеяться, что так и будет. Я думаю, что будем, потому что планы эти прорабатываются и строятся, чтобы за три года сделать программу «Безопасный город» и выполнить в полном объеме, и чтобы там будет круглосуточная диспетчерская служба. То есть, можно сказать, что в мэрии будет подконтролен весь город, и он будет виден. Да. Туда могут будут поступать, как звонки на общую диспетчерскую, туда тоже будут выделены отдельные линии связи. И плюс у нас же будет все равно продолжаться диспетчеризация лифтов, которая будет показывать аварийность. И у нас все равно уже потихоньку проводится автоматизация инженерных сетей нашего города. Это как тепло сетей и водоснабжение, и будет показывать какие-то аварийные ситуации, чтобы в кратчайшие сроки сообщить с соответственным службам, и они принимали меры. Какие-то энергосберегающие технологии будут применены в строении? Наверняка уже новые принципы подхода в строительстве. Там будут применены в системе отопления и вентиляции. Это уже будут специальные установки чиллера, будут выполнять, которые выполняют сразу три функции. Они выполняют вентиляцию, отопление и кондиционирование. И мы практически, здание будет не зависеть от отопительного сезона строительного котельного. Оно будет подключено в случае сильных заморозков. Можно использовать как аварийное, если будут большие минусовые температуры, как аварийный случай. Насколько мне стало известно, и это очень заметно, когда ходишь по городу, много участков в наших микрорайонах, где полностью восстановлены, отремонтированы пешеходные дорожки. Расскажите о том, сколько денег ушло из бюджета Южницкого на то, чтобы реконструировать такое большое количество дорожек, заменить их полностью. В этом году у нас на данный момент запланировано было две дорожки. Это за домом Ленина, проспект Мира 26, там, где находится пенсионный фонд и управление соцпрацией. И второй участок, это между домами Григорьевского десанта 12-14, с установкой детской площадки. Там даже заасфальтирована часть спортивной площадки, где установлены баскетбольные щиты. Да, там старая баскетбольная площадка. Мы приступили к работам, но увидев, что мы делаем благоустройство, и пропустить такой участок, было бы неразумно, и было принято решение, что заасфальтировать его полностью, будут обкрашены эти металлоконструкции, но дополнительно там уже довыделят. То есть вот эти два больших участка, на которых новые появились дорожки, и это все? Возможно, еще от Ленина 26 продолжат в сторону строителей 3. Там вот это, получается, мы дошли до строителей 9, от строителей 9 до строителей 3 остался участок. Небольшой. Да, там в основном с первого микрорайона, там проходят утром студенты, когда идут на студенческие автобусы, и люди, которые идут в сторону работы и ведут детей в сад. Опять же, пятый детский сад. Мы возвращаемся сейчас мысленно в 14 или начало 15-го года, когда мы проводили с вами последний прямой эфир. Там вот эта дорога, которая идет, практически закольцовывает садик, она в первозданном виде так и остается. Все никак до нее не доходят руки. Там первоначально, получается, отрабатывали, на каких участках работать депутаты городского совета. Они даже принимали в свое время такое решение, в котором расписывали поочередность. Мы говорили о том, что есть такие проблемы в участке, но у нас проблем в участке очень много. Они говорят, думаю, что на следующий год мы сделаем в районе пятого детского садика, сделаем эту дорожку. Она не такая большая, не такая широкая, и будет возможно. И там еще она, получается, от пятого садика вдоль Ленина 9 идет. Да, там еще есть по косой идут дорожки, которые отходят от уже проложенных брусчаток. Ранее. Да, она уже там, в принципе, все еще в таком нормальном состоянии, но просто есть дорожки, которые вот в таком разрушенном виде. То есть, вахтит, конечно, депутаты виноваты в том, что не хотят. Нет, они принимали очередность. Приходят люди, говорят, что есть проблемы возле Григорьевского десанта 26. Там на косую дорожка тоже в очень плохом состоянии. Есть в сторону Григорьевского десанта 20. Говорят о том, что она тоже в плохом состоянии. Есть в некоторых Приморской 11. Ну, то есть, адресов очень много. Мы стараемся в основные пока делать хотя бы основные магистрали, а уже попутно где-то делать возле социальных объектов. Я думаю, что мы закончим. В крайнем случае, в следующем году мы сделаем. Все, что касается других ремонтных работ, вот, к примеру, детские сады. Визуально видно, что третий детский сад сейчас проходит вот этот период ремонтных работ экстерьера. Расскажите о том, что там запланировано. В этом году на детском садике номер 3 «Радуга» производится утепление фасада. Вот, замена инженерных сетей, это водопровода и хозбытовой и ливневой канализации от здания до рабочей камеры в районе поликлиники, потому что были обнаружены с помощью оборудования КПМ-ЖКЦ обнаружены провалы труб, которые образовали большие пустоты и несли угрозу разрушения фундамента здания. Были произведены раскопки, обнаружены практически пустоты где-то порядка 4 на 2 метра. Это очень глубокий, и там могла произвести упасть, туда подъезжает задний двор детского сада, где-то подъезжает техника, которая подвозит продукты для пищеблока. И, слава Богу, что так обошлось, обнаружили вовремя, произвели раскопки, сейчас укрепляем частично фундамент. Вот, и в этом году еще планируется в третьем саду замена полностью системы отопления внутри здания, чтобы перевести ее уже в более энергоэффективный способ, плюс строительство солнечных коллекторов, и установка тепловых насосов для горячего водоснабжения здания круглогодично. Ну, это такой, все-таки, затратный процесс. Да, это затратный. Получается, отопление и горячего водоснабжения там будет стоить порядка 2,5 миллионов. По дорожкам Вы не сказали, сколько это бюджет обошлось? По дорожкам, получается, Ленина 26 обошлось порядка 270 тысяч, вот, и десанта 12-14, предположительная сумма в районе 600 тысяч. Во все, что касается ремонтных работ на пляже, по части ливневого коллектора. Расскажите об этом, на какую сумму запланированы работы, потому что Дмитрий Валерьевич говорил о том, что будет делаться, планируется к этому лету. Получается, в районе пляжной зоны, в районе здания КНС-2, у нас там есть самая низшая точка, куда собирались практически все ливневые стоки с улицы Строителей и с улицы Приморской практически. И было принято решение установки там ливнепривного лотка и протяжки трубы диаметром 200 мм в сторону вставка, чтобы эту воду вывести просто вставок, чтобы не топить эту территорию, потому что эта вода потом просачивалась и на футбольную площадку, и на пляж загрязнял. Было принято решение, сейчас там выполнено уже устройство колодца, протяжка трубы, сейчас идет установка уже ливневых приемных лотков, остается частичная асфальтировка под этот лоток, чтобы его не разрушали проезжающий транспорт. Останется там, кто будет осуществлять или предпринимательскую деятельность и хочет там благоустроить, отводить уже воду от своих зданий или площадок уже в сторону этого ливневого лотка, чтобы нет ни было подтоплений территории. Также в этом году там сейчас планируется по центральной части пляжа строительства водопровода и хосфекальной канализации и строительства трехдушевых. Вот сейчас прорабатывается, сегодня люди находятся на выставке, выставка в Киеве проходит, акватерм, и ищут антивандальные, душевые, чтобы они были, скорее всего, автоматически, чтобы подошел человек, пошло водопостачание, по-моему, отошел, отключилось, чтобы не было лишнего расхода водоснабжения. И строительство под него канализации, потому что по санитарным нормам, там, где есть душевые, там должна быть канализация. И все мелкие предприниматели, которые там находятся, считают предпринимательскую деятельность, они должны подключаться к этому основному магистрали, как по канализации, так и по водопроводу. Там будет порядка устроена камера водопроводная на 30 потребителей. Есть информация от наших пользователей Facebook, наших читателей и волейбольного движения активистов, что вот буквально вчера практически это произошло, в процессе намывания песка из нашего моря, распределение его по поверхности пляжа, загрунтовали практически волейбольную площадку. Я слышал об этом, я говорил с директором КПК СССР Николаевной Будаяной, она мне заверила, что намыв песка не происходило, происходило разрыхление. И, возможно, техника ездила по этой площадке, но не стягивала этот песок, который я лично не видел, но, по словам директора, что они не нарушили. Больше пока ничего сказать не могу. Пока ничего не можете сказать. Сейчас идут все планы по энергоэффективности, и мы понимаем о том, что мы должны все наши коммунальные здания, это сады и школы, перевести более на энергоэффективные, чтобы меньше затраты энергоресурсов шла, как по воде канализации, так и по теплоносителям. Хорошо, еще раз спасибо, что были. Спасибо, до свидания. До свидания. Вашим зрителям тоже спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...